Обеспечение строительных площадок коммунальной инфраструктурой – это одно из условий участия в федеральной целевой программе «Жилища». Насколько муниципальные образования готовы к выполнению этого требования, областные и городские власти обсуждали сегодня на рабочем совещании в Волжском. С подробностями Станислав Лопатин. Федеральная программа «Жилища» действует в России уже несколько лет, и правительство намерено продлить ее до 2015 года. Но обязательные условия участия муниципалитета в этом проекте означат и получение денег на строительство жилья и сгосказные предоставления земельных участков с готовыми инженерными коммуникациями. Как выяснилось на совещании, из всех городов Волгоградской области только в Волжском был своевременно подготовлен генеральный план комплексного развития города и всей инженерной инфраструктуры, и найдены средства на подведение коммунальных сетей к стройплощадкам. Действительно, первоначально было трудно, и вот нам необходимо было выделить 213 миллионов рублей, из которых 10 миллионов рублей было федерального бюджета, 12 миллионов было областного бюджета и 143 миллиона было нашего местного бюджета. Первоначальным муниципалитетом, участниками федеральной программы, погашались только процентные ставки банковских кредитов, взятых на подведение коммуникаций. Возможно, это и было причиной низкой активности местных властей. Теперь же, по словам вице-губернатора Игоря Пикалова, условия будут более чем привлекательными. Это компенсация тех процентов, которые будет уплачивать инвестор или муниципалитет на те деньги, которые будут привлечены в строительство. Второе. Банкам могут быть предоставлены государственные и муниципальные гарантии. Это два. И третье. В новой федеральной программе, которая сейчас проходит согласование в правительстве, предусматривается существенное инвестирование в инфраструктуру. А это именно дороги и социальная сфера. Сады, ясли и так далее, школы. Разумеется, Волжскому, у которого наработан большой опыт, будет проще продолжить участие в целевой программе жилища. Другим же муниципальным образованиям придется потрудиться, чтобы выполнить необходимые условия. А именно, подготовить план развития коммунальной инфраструктуры, принять правила землепользования и застройки и утвердить тарифы на подключение к инженерным коммуникациям. Игорь Пикалов рекомендует поторопиться, чтобы уже со следующего года получать соответствующее федеральное финансирование. Станислав Лопатин, Евгений Евсеев, телекомпания Ахтуба.